Привет народ и снова здравствуйте! Пишем второе видео. Спойлеры, 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 спойлеры. Так что если вы не посмотрели еще кино, бегом выключайте это видео, идите в кинотеатр и смотрите фильм. Мое мнение по фильму я уже записал немножко раньше, пойдите посмотрите его, там без спойлеров. А тут последнее китайское предупреждение. Ну все, кто не спрятался, я не виноват. Итак, поговорим о самом главном твисте в этой истории. У Дамблдора есть еще один брат. Что это за безобразие? В самом конце нам говорят, что Криденс это еще один брат Дамблдора. Что мы знаем из канона? Мы знаем, что у нас есть Дамблдор, который родился в 1881 году. Если правильные все расчеты у меня, то он погиб, когда ему было 116 лет в событиях принца полукровки. Когда его убивает Северус Снэк. Снэк, Снэйп, как вам там больше нравится. Ему было 116 лет. У него есть младший брат, который младше его на 3 года. Абберфорд. Мы знаем, что он живет в Хоксминте. И в самой последней части, в самой последней части Гарри Поттера, в Дарах Смерти, он помогал там студентам пройти через школу. Там был портрет сестры. Мы знаем, что была сестра. Что мы знаем про эту сестру? То, что когда ей было 6 лет, она делала магические передвижения, она там занималась магией, и ее заметили маглы. Они заставляли ее повторить магию, она там не смогла сделать. И произошел конфликт, они ее обидели, эту девочку, когда ей было 6 лет. И это напугало ее настолько, что она перестала пользоваться магией. Что даже многие стали думать, что она Сквип. Сквип – это человек, рожденный в магической семье, но у которого нет волшебных способностей. Самый-самый известный – это мистер Филч, который ходил по Хогвартсу со своей кошкой. Сестра Ариана, многие думали, что она Сквип, но она не была Сквипом. Почему? Потому что в детстве она могла пользоваться магией. Она стала эту магию в себе подавлять. В книгах о Гарри Поттере мы не знали, что такое обскюра. Но сейчас, уже исходя из всего, что мы знаем, я более чем уверен, что она была вот этим вот обскюра в свое время. Она сдерживала в себе эти магические способности. А когда ты их удерживаешь при огромной силе, то они перерастают в эту зловещую энергию. И эта именно зловещая энергия в свое время убила маму. Мама погибает, когда Албусу было 18 лет. Он успел закончить Хогвартс. И Аберфорд, он хотел остаться, смотреть за сестрой. Но Дамблдор сказал, нет, Дамблдор, Альвус Дамблдор сказал, я старший в семье, я буду заботиться о семье, ты должен закончить учебу. У них там был вот этот конфликт. И они остаются жить вот это в Годриковой долине. Получается, 1899 год. В Годрикову долину приезжает Гриндевалд. И они сходятся с Дамблдором на почве for greater good. Для лучшего, для великого добра. Что они начинают мечтать о том, что чистокровные магии могут получить силу. И мы видим частично, как развивались эти события. И по фильму мы видим, что они заключают кровный пакт. И вот это тоже интересно, что нам показали зеркало ей на леш. Да, зеркало желания. Когда Гарри смотрел в это зеркало, он видел, как он воссоединяется со своими родителями. Когда он спрашивал у Дамблдора, что он видит в зеркале, он говорил, что я вижу, как получаю пару теплых носков. Естественно, что он врал в самой первой части. Но в самом конце мы узнаем, что Дамблдор тоже видел свое воссоединение с семьей в зеркале ей на леш. Поэтому он старался избегать его. Но в фильме нам показывают, что на самом деле он видел свое воссоединение с Гриндевалдом. Так что вот тут вот так вот немножко запутано. Либо канон меняется, но пишет же Джоан Роулинг. Она же сама пишет сценарий к этим фильмам. Это не то, что как у нас было проклятое дитя, где написали вообще левые дяди, которым дала добро Джоан Роулинг. Нет. Тут она сама пишет сценарий. И у нас, кстати, между прочим, книги продаются. Вот сейчас фантастические твари вчера ночью начали продавать книги фантастические твари «Преступление Гриндевалда». Но это не книга, как книга, которую можно читать, а это тоже сценарий. Сценарий кинофильма. Неужели у нее так, тут помню, тут не помню, тут я так придумала, здесь я так придумала. А так вы там меня здесь неправильно поняли, а здесь вот сейчас я вам правильно объясню. Не знаю, не знаю. Но если она выкрутится как-нибудь хорошо со всей этой историей, а может подумает, что фанаты и не заметят. Но фанаты-то все замечают. Теперь, многих бомбануло от того, что в Хогвартсе Албус преподавал заклинания темных сил. Но это вроде бы как объяснили, почему он стал преподавать трансфигурацию. Почему? Потому что Министерство магии ему запретило. Он наложили наручники, сказали, ты больше не будешь преподавать защиту от темных сил. Но потом-то с него эти наручники сняли. Все равно он решил уже не преподавать заклинания темных сил. Это, конечно, непонятно, но постарались, по крайней мере, объяснить. Почему? Потому что фанаты там начали бомбить под этим трейлером. Итак, продолжаем следить за хронологией. Гриндевалд говорит, что Криденс, он тоже Дамблдор. Что на самом деле Албус это его брат. И тут появляется несколько теорий. Если же он тоже Обскюра, может ли это быть перерождение Арианы? И таким образом он говорит, твой брат пытался тебя убить. Мы знаем еще вот что, что Богорд у Албуса Дамблдора это труп его сестры. Что произошло вообще? Дамблдор хотел вместе с Гриндевалдом уехать из Годриковой долины, для того, чтобы продвигать все эти идеи и забрать с собой Ариану. А младший брат Аберфорд, он сказал, нет, ты никуда не поедешь, потому что ее нельзя никуда перевозить. У них там случился скандал. Именно тогда там у Дамблдора и нос был сломан. Почему? Потому что брат ему нос сломал. И между ними случилась дуэль на заклинаниях. И кто-то нечаянно выстрелил сильным заклинанием в Ариану. И убил ее. И поэтому отчасти мне всегда казалось, что Албусу было сложно встретиться с Гриндевалдом, потому что он мог до конца узнать, что именно он убил свою сестру. Так-то, знаете, это как кот Шерингера, да, или кого Шерингера? Шеринкина. Кот Шеринкина. В коробке, который сидит, и не знаешь, мертвый он, че не мертвый. И точно так же Альбус, он не знает, он ли убил или Гриндевалд убил. А может он отчасти боялся, что Гриндевалд ему расскажет, что именно заклинание Албуса убило его сестру. И поэтому Богарт, Богарт преображался в труп сестры Албуса. Поэтому в фильме, да, вы видели в тот момент, когда, кстати, это было правильно предсказано, что интереснее нам было посмотреть не Богарт Ньюта, а в кого превращается Богарт Литы. И это тело ее младшего братика. Так что нам пусть и не показали, что когда Дамблдор подошел к ней, Богарт превратился в его сестру, да, но тем не менее фанаты сказали, а, понятно, почему Дамблдор так сочувственно относился, почему он хотел ей помогать, почему ему была понятна ее боль. Потому что для него самого он тоже видел труп своей сестры. Вот вам такая вот заковырка. Но при этом, при всем, папа Албуса и Арианы, когда он узнал, что сделали с его дочерью, он пошел, выследил тех обидчиков, напал на них, положил заклинание и его отправили в Аскабан. Поэтому, как бы, когда Криденс родился, а он родился в 1907 году, папа был в Аскабане. Мамы уже не было, мама умерла в 1899 году. Таким образом, каким образом, таким образом, каким образом? Если только нам Джоан Роулинг не сделает какой-нибудь поворот, что папа на самом деле сбежал из Аскабана, или, может, у него там случилась любовь в Аскабане снова с какой-нибудь преступницей. Пишите в комментариях, что вы думаете. Но, скорее всего, это просто жук Грин-де-Валт, он обманывает бедного Криденса. Но тогда, каким образом, Феникс пришел к нему на помощь? Ведь, по легенде, Феникс приходит только в семейство Дамблдоров. Вообще, поговорим еще немножко о хронологии. Знаете ли вы или нет, что все вот события, которые у нас сейчас происходят, да, 1927 год. Ньюту 30 лет. Если Криденс родился в 1907 году, когда, помните, тонул корабль, мне вообще сначала показалось, что это Титаник тонул. Но по годам немножко не совпадает. Титаник-то в 12-м году затонул. В то время Криденсу должно было 5 лет. Но, а там вообще ребеночка маленького показали. Ему там не было 5 лет. А так было бы интересно, что они с Титаника спасались и потом... И это... не спаслись. Спасались, спасались и не спаслись. Потому что, говорили же, корабль шел из Британии в Америку. На момент события Ньюту 30 лет. И на момент событий Дамблдору 46 лет. Это 1927 год. А вы знаете еще, что в 1926 году это рождается Волан-де-Морт? Том Риддл в то время. И дуэль между Дамблдором и Грин-де-Валтом произойдет в 1945 году. Мне так кажется, что предстоящие три фильма, которые у нас будут, они должны охватить вот этот промежуток от сегодняшней даты, от 1927 года до 1945 года. Но это ведь уже становится интересно, друзья мои. Ведь Том Риддл начинает ходить в Хогвартс в 1938 году. А свой первый Хогрикс он создает в 1943 году. Это за два года до того, как Дамблдор побеждает Грин-де-Валта. И отправляет его в тюрьму. Вот вопрос на засыпку. Пишите в комментариях. Как вы думаете, пересекался ли Том Риддл с Грин-де-Валтом? Покажут ли нам это? Покажут ли становление? Мы видим, как именно он манипулирует, обходит вокруг людей. Так что, поэтому, вполне возможно, он обманывал тому Кридденсу, что он брат Дамблдора. Что он, на самом деле, из семейства Дамблдоров, да? Только для того, чтобы сделать из него универсальное оружие. Мы слышали, что до этого был разговор. Он говорит, ты сможешь убить Дамблдора, величайшего волшебника? Нет, не сможешь. А вот Кридденс, он сможет. Так что, посмотрим. Тоже пишите в комментариях, мне очень интересно, что вы вообще думаете по этому поводу. И вообще по событиям. Вот в 1945 году, после того, как Дамблдор победил Грин-де-Валта, закончилась первая глобальная война. Потом начинается первая магическая война в 1970 году. Гарри Поттер у нас рождается в 1980 году. 10 лет длилась первая магическая война. И 31 октября, это на Хэллоуин, когда Валандеморт пытался убить Гарри, мальчик, который выжил, закончилась первая магическая война. И вторая магическая война началась в 1995 году. Уже когда он обрел свое тело. Это событие из Кубка Огня. Ну и напишите, как вам появление МакГонагал. Хотя тоже про МакГонагал интересный момент. Она говорила, что в школе проработала 36 лет. Она об этом говорила в Ордене Феникса. Когда Эмбридж пришла в школу, и она там всех перепись населения устраивала, она говорила, что я в школе работаю 36 лет. А тут получается, сколько же лет это работает? Если это 27-й год, то целых 70 лет она там работает. Ну не знаю. Хотя может это не Минерва МакГонагал. Может это была мама Минерва МакГонагал. Ну пишите, как вы думаете. Но очень похоже по всем повадкам, по всем жестам. Она очень похожа на Минерва. Ну вот вроде бы и все. На сегодня мой обзор, разбор, дозор окончен. Всего вам хорошего. Пишите ваши комментарии. Ну и ставьте лайки. Пока. Субтитры подогнал «Симон»